Компания «Элта» представляет Диачеллендж – реалити-проект, в котором участники с диагнозом диабет первого типа бросили себе вызов достичь поставленных перед собой целей, несмотря на серьезное заболевание. Если не сейчас, то когда? Это процесс трансформации длиною в полгода. Регулярные занятия спортом, управление сахарами, эмоциями, ежедневные отчеты о проделанной работе. Вот если это мастерство им овладеть, тогда не будет никаких осложнений. Первые три месяца под руководством эндокринолога, тренера и психолога. Сказал, надо сделать. Второй этап – три месяца самостоятельной работы, без экспертов. И в какой-то момент ты понимаешь, что это правильно, и ты без этого уже не можешь жить. Реальные преодоления. Реальные победы. Реалити-проект о жизни людей с диабетом. Мы бросили себе вызов! А ты? Сегодня в загородном доме десятая общая встреча Диа-челлендж. До окончания первого этапа и подведения итогов остается еще две недели. Однако у каждого из экспертов уже сейчас есть свои фавориты среди участников проекта. Ну, это Дина, это Ольга. В принципе, очень близка к цели Вероника на сегодняшний день. Дарья тоже неплохо уже скомпенсирована. По моей части я мог сюда включить еще и Настю, потому что она с самого начала выполняла все эти упражнения. То есть не халявила, не халтурила. Получилось? Но, зная, как она относилась к диете, я из фаворитов ее убрал. Черепенок здесь потерялся. Молодой организм, она могла спрогрессировать гораздо сильнее, став она на правильное питание сразу изначально. А за счет того, что два месяца пытались ее отучить от шоколада, мармелада и прочих разных вещей, то есть там по 800-900 калорий на завтрак, к примеру, то есть я столько не ем. Я просто не понимаю, вот на ужин яичница, огурец, хлеб, чернослив. Вот Плещева говорит, вечером чернослив есть. Вот откуда чернослив вечером? Гипа нету. Гипа нету. Сахар 17. Хорошо, а в черносливе что? Нельзя? Ну, гриб воды в нем. Попав на проект, Настя Мартынюк мало что знала о сбалансированном питании и своем диабете. Была декомпенсирована. Здравствуйте. Присаживайтесь, Анастасия. Чем можете похвастаться? Сахара, на самом деле, вот если сравнивать с тем, что мне вообще было, и то, что сейчас, как бы, ну, это, ну, довольно-таки большой шаг, потому что раньше у меня просто, ну, было по-другому все. У меня были высокие скачки, то есть там от 5 до 25, было и 30. И я старалась следить, но я не понимала всех нюансов, как грамотно подстроить свой сахар и еду, и делать еще какие-то паузы, там, да, супер-болюс, базальный, то есть этого всего я вообще не знала. Гликированный гемоглобин Анастасия в начале проекта 7, с сахаром с утра 9,1, и гипует она очень много. Далее при втором нашем анализе гликированную у нее 7,8. Другой бы, может быть, эндокринолог испугался бы, подумал, «О, боже, я вообще делаю что-то не так». Мы не боимся, не пугаемся. Это другие сахара. Анастасия все меньше и меньше гипует, все лучше и лучше у нее сахара, как постпродиальные, так и все тощаковые. Посмотри, в компе на стройках у тебя натощак какие целевые стоят. 5,5-6. Так, и коэффициент чувствительности? 2,5. А еще, кстати, мои суточные дозы реально снизились где-то на 30 единиц. Я знаю, что они снизились. И они будут еще у нас стеснижаться. И вот, наверное, только сейчас она у нас начинает взрослеть. Раньше-то ей слово, а она тебе как вот маме. Я сделаю завтра. Сейчас все по-другому. У меня есть мотивация, у меня есть стимул. Я чувствую, что я, во-первых, чувствую себя лучше. Даже вот до мелочей у меня поменялось немного лицо. То есть у меня ушли мои огромные сюрпи. Вот. У меня реально волосы, они стали пышнее. И меньше стали выпадать. Мое тело тоже меняется. То есть я иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, блин, это я? Я просто иногда себя не узнаю. Понятно, что это еще не предел и не то совершенство, к которому я хотела бы прийти. Но я понимаю, что это будет. Теперь отвезай. Вот. Везай, отвезай. Ольга Щукина пришла в Диачеллендж на восьмом месяце беременности. И сразу же после родов с первого общего сбора включилась в работу. Мы это видим и внешне, мы это видим и по продолжительной компенсации сахарного диабета. Оля действительно в себя взяла очень серьезно в руки. Она чуть более ответственно стала относиться к тренировкам, к расчету количества углеводов. Она, конечно, и до этого делала. Я бы сказал, все довольно ответственно. Но сейчас уже, когда я тоже проверяю, смотрю, она все сделала. Ольга заболела диабетом уже, когда мы встречались с ней. То есть мы вместе с ней это пережили. Я вот тоже так же познавал науку о диабете. Он, конечно, молодец. Он меня очень здорово поддержал. Потому что я попала в палату с бабушками, и бабушки были уверены, что он тебя бросит. Они мне прямо так и говорили. Как бы я там, ну, большую часть времени я проводила в кресле перед лифтом, в котором, ну, люди, которые приходили, они вот на этом лифте поднимались. Я вот так сидела в этом кресле и ждала, что он все-таки придет каждый раз, ну, навестит меня, а не бросит. Ну, конечно, приходил. Муж Ольги Владислав поддержал и ее желание участвовать в проекте. Каждое воскресенье они с маленькой Олесей и отпускают маму в загородный дом на общие встречи. Она, в принципе, понимает, что я, если что, все сделаю, что надо, она может и на сия время потратить. У нас сцежное молоко заморожено, и смесь есть. В общем, еды много, вот, кормлю. Сейчас Олеся уснет, и Владислав пойдет смотреть жену в эфире программы «Гормоны под прицелом», ведущей которой является эксперт проекта «Диа-челлендж» Анастасия Плещева. А это Людмила Ибрагимова, тоже эндокринолог. Именно она наблюдала Ольгу во время беременности. Здравствуйте, дорогие мои гости. Здравствуйте. Итак, давайте, собственно, начнем вообще немножечко с таких мифов. Первый миф, который очень волнует многих из наших пациентов, это миф о том, что сахарный диабет первого типа однозначно передастся вашему ребенку, и вообще все плохо, мамой я никогда не буду. У меня лично таких страхов не было. И в любом случае, мне кажется, даже если произойдет такое, что у ребенка проявляется это заболевание, ну, во-первых, человек-диабетик, ему проще своего ребенка обучить правильному отношению к заболеванию, да. И, во-вторых, ну, рожая ребенка, даешь ему возможность жить, видеть много прекрасного, да, в этом мире путешествовать, себя реализовывать. Даже если есть какие-то сложности, все равно, мне кажется, плюс перевешивают. Если мы говорим о наличии сахарного диабета первого типа, у будущей мамы, то процент составляет примерно 3-5 процентов. Это немного. Если мы говорим про папу, то процент повыше, примерно 6 процентов, но это тоже немного абсолютно. Ну, вот если, конечно, диабет и у мамы, и у папы, то логично, да, что процент будет выше, примерно 25-30 процентов, но, опять-таки, это не 100 процентов. Один из факторов, который вот меня сподвиг прийти на проект, это вот моя история, то, что у моего мужа тоже диабет, да. И я, когда мы с ним задались вопросом вообще, в принципе, создания там семьи, ребенка, рождения ребенка, я начала искать информацию в интернете, везде по форумам, искать сипник, где есть такие люди, у которых обоих диабет, и есть здоровые дети, причем дети уже подросшие, чтобы мне понимать, какая вероятность, да, что ребенок заболеет диабетом. И ее не было, эта информация, потому что все говорят, что нельзя. И вот нашла только две семьи, вот именно таких, у которых уже по два ребенка, причем дети уже большие, там, младшему 6 лет, старшему 10 лет. И я с ним списалась, и я поняла для себя, что я буду рожать. Все прошло отлично, ребенок родился на 10 баллов. Очень часто ситуации, когда мамы, у которых у самих сахарный диабет, они очень боятся, что он будет у детей, и они начинают своим детям постоянно мерить сахар и тоже загоняться по этому поводу. Спроси, сколько раз я мерилась. Сколько раз ты мерилась? Я переключусь. 150 раз подумаю. Наверное, за 5 лет я, ну, хорошо, если два раза померю. Ну, просто нет смысла. Это дергать ребенка и мерить от того, что у тебя какие-то страши. И ребенка дергать, а себя тоже накручивается. Если у ребенка начнется высокий сахар, он станет вялым. Ну, это будет видно по состоянию. А если он веселый? Ну, вот Лена, да, правильно говорит. Потому что если каждый день мерить здоровому ребенку сахар, мне кажется, у него просто от нервов уже диабет начнется. В Диа-челлендж дети есть у трех участников. Елены Варанкиной, Дмитрия Шевкунова, Ольги Щукиной. И неделю назад Вероника Гергобиани объявила о своей беременности. Мы с мужем уже давно об этом говорили. И вроде как были уже готовы, да, и все уже вроде как спланировали. Но так, когда я поняла, вот конкретный момент, когда я поняла, что я беременна, у меня просто был ступор. То есть я просто, я сидела полчаса, наверное, ничего не говорила вообще, ничего не делала. И просто пыталась вообще осознать, что это со мной происходит, что это вот здесь за правду. Муж, кстати, очень спокойно отреагировал, в отличие от меня. Это, я думаю, в головах людей, ну там, в сериях, сахарный диабет, ааа, дети больные будут, ааа, как же вы, аа, вдруг это половой путем передается, ну, образно. Избавиться от страха материнства, пищевой зависимости и лишних килограммов. Три основные цели Вероники на проекте. Она снизила вес, он несколько у нее затормозился по понятным причинам. Не знаю, лучшая фигура для женщины – это вот ребенок, поэтому, ну, родит, похудеет обратно. Вот у нас яркий пример Ольги. Сейчас каждой тренировкой я прям собираюсь, как будто больше фокусируюсь внутренне. И физически я подтягиваюсь, и внутренне тоже подтягиваюсь. И это меня все больше и больше и больше стимулирует. Сегодня я уже сказала, что давай, нам нужна сложная программа. Все, это последний, последний. Ну что, пять. Три, два. Я не знаю, как она это делает. И спорт, и самоконтроль, и потрясающие хорошие отчеты дневника питания. И вес снижает, и ребенку время уделяется. Лизмила, скажите, хорошей ли ученицей была Ольга, и как она подошла к вопросу своей беременности? Ну, Оля у меня отличница. Это прекрасно. Это пример, действительно, от того, как нужно готовиться, как планировать беременность, как вот на протяжении всей беременности вести скрупулезный дневничок. Оля всегда приходила на прием, у нее уже все было выделено. Она говорила, вот у меня вот тут проблема, вот тут проблема. И я вот думаю, что вот так вот так. Она всегда анализировала свой дневник, и для меня вот… Ну, химик-аналитик вообще, о чем говорить? Вот так и должно быть. Мы прям планировали, мы пришли к целевому гликированному. Какой у нас, Оля, был? Ну, 5,6. 5,6. Ну, тогда вопрос, собственно, Коли. Как вообще проходила беременность? Были ли какие-то вещи, которые не была готова? Касательно планирования. Я все делала по учебнику, как и положено, да. Я знала, например, что будут происходить изменения чувствительности к инсулину. Вот. Но единственное, к чему я, наверное, не была готова до конца, это к тому, насколько действительно себя будет по-другому вести инсулин, например, в третьем триместре. То есть у меня даже иногда наступала такая паника, что, Господи, Боже мой, я столько вколола. Я столько вколола на один кусок хлеба инсулина, и он не действует. Или я никак не могу сбить там сахар 8 млм. И он не должен быть 8 млм, а я ничего не могу сделать. Инсулин не работает. И уже вколота там суточная доза, и ничего не получается. Вот. То есть, несмотря на то, что я знала теорию хорошо, были моменты, в которые нужно было просто обратиться к врачу и сказать, что же мне делать, чтобы врач сказал, ничего страшного, такое бывает. Это очень важно. Молочко есть, все как бы хорошо. Нет, с молочком вопросов нет. Я, кстати, заметила, что молочко зависит не от того, что я поела в большей степени от того, сколько я поспала. Потому что ты выпила, и выпила, и отдохнула, и вода. Вот. Вот чем больше я сплю, тем больше молока. Конечно, конечно, ты отдыхаешь. Я поняла, что я тоже могу уставать. Хотя мне казалось, что я весь проект проеду на такой адреналиновой волне. Накопилась такая усталость. Накопилась физическая усталость. Еще добавляется мой недосып, как молодой мамы, да. А накопилась эмоциональная уже усталость от того, что нужно очень много контролировать всего. Гликированный 5,8 в начале проекта у Ольги. Далее гликированные Ольги. Ну, и хорошие достаточно, в принципе, показатели. Несколько она была склонна к гипогликемиям. Мы помним, когда они у нее были, они у нее были в основном на прогулке. Она выходила с коляской, и вот там часто ей приходилось что-то подъедать, потому что были достаточно частые гипогликемии. И в процессе, собственно, нашего снеобщения мы как раз пытались уйти от этих гипогликемий и налаживали ее питание. Потому что питание тоже было, ну, прям так себе. И, собственно, целью проекта было снизить вес. А в середине проекта гликированная ее подрастает, что мы понимаем связано с тем, что нивелировались гипогликемии. Сейчас гликированный у нее 6,4. Здравствуйте. Да, здравствуйте, присаживайтесь. Ну что, гликированный был 7,5, стал 6,9. Но сахара у меня по-прежнему ужасные. Я видела. С Нюрой несколько пока сложная история, потому что она чуть позже вступила в проект. И это как раз то время, которое было стартом для всех, а она его пропустила. Но старается, старается. У меня изначально неправильно сложилось впечатление о Нюре, потому что Нюра пришла на проект ради пиара собственного. И изначально, в принципе, я брать не хотел Нюру. Но пообщавшись с ней на личных беседах, индивидуально здесь на проекте, я свое мнение поменял. Нюрка! Нюра, давай! Ты один из немногих участников, кто мне реально прям пишет. И если я там сказала, что скину вечером, там немножко задержался на работе, не скинул, он пишет. То есть, ну, видно было, что ей нужно это. За последнюю неделю я себе узнала, что могу сделать бёрпи с отживаниями 50 раз подряд и не сдохнуть при этом. Хорошая физическая форма и компенсация диабета. Вот цели Нюры Шариковой, над которыми она работает с эндокринологом и тренером. К психологу Диа-челленджу Нюры вопросов не было. И мы с ней начали разбирать то, ну, и сказать, где может быть цель. Вот, потому что, ну как, у меня цели. Ты в проекте? В проекте. Ресурс есть? Есть. Пользоваться им целесообразно? Целесообразно. Будем пользоваться? Будем. Для чего? Я не знаю, что мне ответить на этот вопрос, потому что, ну, пока в себе каких-то проблем не нахожу. С моей точки зрения, больше всего разнообразных вещей мы обсуждали с тремя участниками. Да? Это Ольга Щукина, вот, это Вероника и это Дарья. Аааа! Давай, Даша! Она достаточно замотивированная, мне это очень нравится. Дарья у нас пришла с гликированным 7,9, но это были частые гипогликемии с выраженными скачками. Далее она снижает гликированность в середине проекта до 6,3. Но это еще больше гипогликемии. Это еще и психологическая составляющая, которая была в виде оперативного вмешательства. На медицинском обследовании в рамках проекта ДиА-челлендж у Даши Саниной обнаружили ретинопатию, микрососудистое осложнение диабета. Длительная декомпенсация заболевания ударила по глазам. Это просто следствие того, что я много лет не следила за собой. Я готовилась к тому, что это болезненно не будет. В принципе, так и было. Единственное, что страшно, только потому, что я никогда с этим не сталкивалась, и глаза... Ну, страшно. Глаза – это все равно страшно, когда что-то делают. Конечно же, прекрасно надо понимать, что длительный стаж диабета и декомпенсация сахаров иногда, конечно, можно проскочить. Да, можно. Не нужно думать, что все наши участники прямо вот так вот проскочили. Осложнение-то есть. И мы на самом деле видим даже по тому, как сейчас застабилизируешь на каких-то сахарах, как изменился Дмитрий. Вроде как бы мы и не озвучиваем те вещи, которые стоят за его высокими сахарами, этими американскими горками. Но мне кажется, даже сейчас понятно, что Дмитрий стал другим. Здравствуйте, Дмитрий, проходите. Ну что, как дела? Гликированный гемоглобин у Дмитрия в начале проекта был... Сейчас скажу. По-моему, 6,1. Да, 6,1. Но только сахар в крови Дмитрия в начале проекта был 15,9. Это начало проекта. В середине проекта у нас гликированный 6,1, но это абсолютно другой гликированный. Дмитрий Шевкунов, имея стаж диабета 27 лет, не знал, как высчитывать хлебные единицы. И всего за 2,5 месяца прошел путь от полной декомпенсации до нормального уровня гликемии. Как вообще по самочувствию? Сахара радует в последнее время. Ну, там не считать каких-то редких моментов. В общем, радует, что у меня 15, я уже давно не вижу. Вот. С весом, да, вес у меня, стагнация остановилась. Сколько сейчас вес? Ну, у меня весы показывают 60, 66. Обувь снимаем, встаем на наши весы. 68. 25. Далее, мы же не мерили с тобой. Вдохнуть. Прям пресс уже. Сколько вы будете пить? Конечно. Плохо себя ведешь, буду бить. Валим, уже прям... Ну, я не могу своих, они мне давят на пузик, да. Прям? Да. А то я думаю, ну, прям еще чуть-чуть, а уже... Оля, Оля, стащила джиз. Смотрите, хорошо. В начале нашей встречи, в начале проекта. Гликированный у Вероники был аж 7,9. Далее мы видим гликированный 6,2. Это истинный результат. То есть это не горки. Когда я пришла на проект, у меня гликированный был 7,8. То есть достаточно высокий. Анастасия сказала, что резко его снижать нельзя, иначе пойдет осложнение на сосуды. Поэтому поставила цель 7. К чему я и пришла. Сейчас мы поставили уже ниже планку. С хора до проекта у меня были и 20, могли быть, и 28. И там... Ну, прыгали по-разному. И гипогликемия. Сейчас такого нет. Сейчас стабильно. Тряси бы, как поняла, мягче. Комфортнее. И нам сейчас надо... И ровно идет. И ровно идет, совсем ровно. И просто мы ее как бы будем... Снижать надо. Снижать надо. Но у меня пожелание. Снижать-то надо. Ну, во-первых, смотри. В 20.30, 6,4. Уколола вроде как, ну, как мы как бы думаем. Съела в 21.00, полчаса выдержала. Съела что? Мы не знаем, с чем ты пошла в ночь. Я вот эти 6,9, 6,8 не знаю откуда. Они, скорее всего, вот с этого. У меня, конечно, пожелание по возможности, Лен, убирать вот эту вот углеводистую часть. Я вот из-за этого, из-за того, что вот тут не ела ничего, считаю, получалось, что у меня с обеда до конца дня... У тебя всегда почти вечером углеводы. Ну, вот она сбросила, сколько, 4 килограмма тоже за это время. Для меня, из всех участников этого проекта, я считаю, что Елена – это самый высоко ресурсный и высоко потенциальный участник. То есть человек, который может добиться максимума каких-то результатов в психологическом отношении. Ну, и осталась у нас Дина. С Диной по инсулинотерапии, по компенсации, в принципе, я думаю, что не надо сильно даже много обсуждать. Все прекрасно знают и видели, что в начале проекта Дина была уже скомпенсирована, и на протяжении проекта она продолжала быть скомпенсирована. Здесь мы четко можем проследить эти моменты. По гликированному можно проговорить, но тут я не считаю, что это как-то сильно нам что-то покажет. Гликированный в начале проекта у нее пятерка. В середине проекта гликированный Дины 5,8, он несколько подрастает. Ну, там были моменты, у Дины несколько было таких сильных вопросов. Ну, во-первых, питание Дины, ну, как бы было так себе, мы даже, если вы помните, немножко его расширили, а физическая нагрузка возросла. Дина Доминова поставила перед собой на проекте Диа-челлендж две конкретные цели. Первая – перестать скрывать свое заболевание от окружающих. Она с этой готовностью пришла в проект. И слава богу, что это, собственно говоря, случилось. Вторая Динина цель – похудеть. На минимуме калорий и максимуме физической нагрузки. Чрезмерные тренировки, они также вредны для похудения, как и недостачи этих тренировок. То есть она загоняла себя в такое состояние стресса, что организм ставил блок и просто отказывался худеть. Плюс ко всему, при такой загруженности и трате калорий, она не доедала. То есть она не ела после тренировки. И поначалу она сопротивлялась, но потом все-таки она сдалась под тяжестью наших уговоров и начала худеть. Вот если раньше жировая масса была 19,8, то сейчас она прям посерединке, 13. Фитнес-стандарт классификации по проценту жировой массы. Дина Томинова, Елена Варанкина, Вероника Георгобиани, Дмитрий Шевкунов, Анастасия Мартынюк, Нюра Шарикова, Дарья Санина, Ольга Щукина. Мы бросили себе вызов, а ты? Это проект Диа Челлендж. Встретимся через неделю. Диа Челлендж. Диа Челлендж.